10 ноября 2018 года. Улица называется Ростов. Здесь такие дома находятся. Я думаю, что не совсем частные, а всё-таки на несколько семей. Это район Варны Аспарухова. И вот сейчас прогуляемся по одной из его частей. Осень. Ну, это уже осенние бархатцы. Тоже кустик. Ничего себе. Уже подготовка к зиме полным ходом. Это же не центральное отопление. Самим приходится обеспечивать себя дровами. Дом настроили как. А вот это очень интересный момент вспоминания об умерших. Вот кто-то умер три месяца назад с танка Иванова. Девять месяцев. И такой чёрный бант. Как символ скорби. Вот на частных домах вешают прямо на заборах. На деревьях можно часто встретить в Варне. И вообще в Болгарии. Есть специальные доски для таких вспоминаний. Причём это может появиться и через три года, и через пять лет. Да, вот такое вспоминание о умершем родственнике. Вот так украшают лестницы в дом. Там даже ещё что-то от Хлоуина осталось, воспоминания. Тоже дом многоквартирный, несколько квартир. И к нему пристроили такую крышу. И там столик я вижу. Видите, забор. Сеточкой прикрыли, чтобы всё-таки не так было видно. И люди могли спокойно отдыхать. А это такие пожарные колонки. В случае пожара здесь подключают воду к шлангам пожарных машин. Они постоянно встречаются в Варне. Тем более вот в таких районах, где находятся частные дома. Городинка уже подготовлена под зиму. Всё обработано. Вообще в Болгарии принято... Вот те, кто владеет квартирами на первых этажах, у них есть и вот такие участочки. Ну, насколько они большие, всё зависит от размера земли, которая приписана вот к этому дому. Улица Орёл. Тоже всё вспоминания, вспоминания, комен. Я не Гледов. Я снимаю клип за Ютуб. Да? А я сниму варенцы. А русский, не могу. А зато я могу разберу болгарский. А вот это пишут для того, чтобы здесь не ставили машины. И, возможно, было проехать во двор. И тоже всё, дрова, дрова. Гвери готовы. Вот видите, совсем молодая девушка, которая в 22 года умерла 11 лет назад. И до сих пор её вспоминают родные. Тебя вернуть невозможно, но забыть тебя тоже невозможно никогда. Ты осталась нашей вечной любовью. Почивай с миром. Почивай. А эта улица называется Белгород. И для нас она начинается тоже с городинки с красивыми осенними цветами. Вот такая улица Белгород. А вот там, где растёт виноград, сейчас мы видим уже тоже жёлтые листья, это вот то, что традиционно болгары делают возле своих домов. Такие площадочки, где летом можно в тени посидеть, отдохнуть. Честно говоря, не знаю, насколько съедобен вот этот виноград. Видите, какие толстые стволы, мощные, да? Вот. Ну, по крайней мере, кисти висят и в некоторых местах до сих пор ещё висят. Денёк сегодня солнечный и смотрите, как дружно все всё настирали, вывесили, сушить, проветривают какие-то одеяла. Вон там я вижу, видимо, пользуются тем, что действительно можно солнышко во благо себе использовать. И окна открыты. запускаем солнышко, запускаем воздух. Ну, вот это дрова. Смотрите, как интересно. Ноу-хау. Прикрытые дрова и кирпичи привязали к верёвкам. Держат. Там вот под крышей на зиму приготовились. Вот сейчас покажу ещё один интересный момент. Вот такое сооружение. И даже видите, как там дымоход и труба. Вот. здесь явно готовят консервы, да, то есть на костре проводят вот эту постерилизацию или как это правильно назвать, процесс, потому что это получается гораздо выгоднее, дешевле, чем дома это делать на плите используя электричество. Ну и, конечно, понятное дело, что всё-таки не идёт весь этот пар в дом. Вот. Ну, здесь уже вот тоже огородик. Вот там клубничка растёт, какой-то салатик. Посадили, я так понимаю, уже недавно и ждут урожай мента, мята в смысле. Ну, а как называется эта улица, которая находится между Ростовом и Бёлгородом, я так и не смогла прочитать. Ничего не написано. Поэтому мы просто идём, по неизвестной улице, безымянной, может быть, конечно, имя и есть, или любуемся Варнинской осенью. Ну, это ещё одна такая особенность болгарских городов. маленькие частные магазинчики вот в таких районах, чтобы за какими-то вещами необходимыми не ходить далеко. Хранительные стоки от А до Я. Хранительные стоки это продовольственные товары. Ну, как правило, в этих продовольственных товарах всякое, что хрустит в пакетиках, кофе обязательный момент, хлеб может быть, конечно, пиво, бира, как без него, другие какие-то алкогольные напитки, мороженое, ну, в общем, вся такая мелочь, конечно, за серьёзными продуктами надо всё равно идти в большой магазин. Кстати, вот в этом районе они встречаются очень-очень часто, крупные супермаркеты, хорошие магазины, куда действительно можно пойти и приобрести продукты. Это детская площадка. Вот такая разноцветная, радостная, где можно детишкам поиграть, полазить и, конечно, обязательно место для родителей. Вот такой столик под крышей, где можно посидеть. Кстати, вот такое я вижу первый раз. Видите, там написано магазин, приготовлены даже товары, овощи тут, фрукты, видимо, вот место для продавца уже готово. А вот здесь тоже интересно знаком ли ты, знаешь ли ты животных. Да, по разным странам и все это крутится. Вот интересно. Можно здесь заниматься с детишками, как-то их развивать. Ну, что тут у нас еще? Это мишень, стрелять, доска даже, на которой можно писать мелом. Это я листьями шуршу. О, смотрите, как шикарно. крестики-нолики. Можно поиграть. Вот такой вот вариант игры крестики-нолики. Ну, а здесь смотрите, как интересно все перемешано, растительность. Там вот березка, здесь у нас и юки, и клеми, и пальмы. Все, что только есть в мире. Ну, и, конечно, красивые осенние цветы в городинках. А вот там в долине Аспаруховский мост, который соединяет как раз вот этот район Варны Аспарухова с центром города. Мост идет над двумя каналами, и это как раз очень важная транспортная артерия, потому что дальше идет очень важная транспортная артерия, которая соединяет не только район Аспарухова с центром Варны, но и является очень важным звеном в автодорожном сообщении по всему болгарскому Черноморскому побережью. Голуби, кто-то держит голубей. Напишите в комментариях, было ли вам интересно прогуляться со мной по некоторым Аспаруховским улочкам. И если это так, то в следующий раз мы отправимся куда-нибудь еще вместе с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому